Операция демонтаж продолжается. В набережных Челнах сносят незаконно построенные торговые объекты. Городские власти заранее предупреждали арендаторов о сносе павильонов. В центральном районе работы уже стартовали. Съемочная группа программы Челны-24 побывала на некоторых объектах, которые подлежат сносу. Еще недавно подземный переход возле магазина Джумба был буквально облеплен торговыми объектами. Павильоны располагались вдоль стен. Сейчас их количество редеет буквально на глазах. Сразу восемь были признаны незаконно построенными объектами. Некоторые владельцы павильонов получили уведомление о необходимости демонтажа конструкции. Если требования не будут выполнены, то руководство центрального района наймёт рабочих, которые уберут эти ларки, а их владельцы получат счета оплаты за выполненную работу. При этом некоторые предприниматели согласились с требованиями властей и самовольно убрали свои павильоны. Однако два владельца конструкции до сих пор не приступают к демонтажу. В целом, пешеходы положительно относятся к таким переменам, которые произошли в подземном переходе. «Санитарные нормы всё равно не соблюдены. Здесь же нет воды, например, руки помыть или ещё что-то, мне кажется. Туалетов нет». «Хозяева этих лавок очень кричали, чтобы не убирать, потому что они вложили сюда деньги, свой труд и не хотели уходить. Лично я видела историю, когда люди просто, хозяева убегали, чтобы только не подписывать никаких документов». Ещё один объект, который должен пойти под снос, находится на улице Машиностроительной. По словам сотрудников магазина, один раз в 11 месяцев они продлевали договор аренды земельного участка. В этом году с предпринимателем контракт не продлили и сообщили, что надо убрать павильон. «У нас договор прекратили без объяснения причин, но мы и платили, и платим аренду. Обзор никому не закрывает, претензий от населения нету. А сейчас вот смесите павильон, у меня четыре человека на улице окажутся просто». «Сама работа 18 лет, столько ларёка стоит. Мы столько лет тут стоим, никогда никаких проблем не было. Вот только в этом году всё началось. Чем помешал, я не знаю, конечно». Между тем, в администрации Центрального района сообщили, что пока здание сносить не будут, дадут возможность предпринимателям самим демонтировать павильоны. «Мы же запрашиваем у земельщиков, есть у них правоустанавливающие документы, на чьей они земле стоят. Нету документов ни на аренду земли, никаких документов нету. Просто так стоят». С начала этого года только в Центральном районе города выявили 19 павильонов, которые необходимо демонтировать. Проверки продолжатся. Эльмира Гаина-Уддинова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.